Здравствуйте, уважаемые любители хоккея. Расскажу о результатах второго дня на молодежном чемпионате мира и ознакомимся с бомбардирами и таблицами. Группа А. Финляндия одержала свою вторую победу на турнире. Ее жертвой стала одна из слабейших сборных чемпионата Австрия 7-1. Знаете ли вы, что это была их вторая встреча в истории? Впервые команду увиделись 12 лет назад, когда финны разгромили соперника со счетом 10-1. Все семь шайб победители реализовали в равных составах. Внимание, по 4 очка заработали 3 игрока. Койвонен, Хелениус и Ламберт, из-за чего произошли серьезные изменения на вершине бомбардиров. Победная серия Сууми увеличилась до 7 игр подряд, учитывая выставочные матчи, а Австрия имеет на данный момент 3 поражения. Германия скромно переиграла Чехию в овертайме 2-1. Удивительно, но немцы выиграли у Чехов третий матч подряд. Последний раз они уступали в очной игре еще в 2012 году. Александр Бланк из местного чемпионата сделал дубль. Молодежная сборная Чехии проиграла 5 матчей, включая товарищеские игры. Группа Б. Россия добыла первую победу на турнире, одолев молодежную команду Швейцарии 4-2. Россияне прерывали свой неприятный отрезок из двух поражений. Напомню, команда Зубова пропустила по 6 шайб в товарищеском матче от канадцев и 6 шайб в официальной игре от шведов. Матвей Мечков забросил свою третью шайбу на турнире. Лучших снайперов посмотрим чуть позже. А сейчас окунемся в историю. Последний раз сборные пересекались в январе 2020 года, почти 2 года назад. Молодежка России тогда выиграла со счетом 3-1. Из 14 очных игр у швейцарцев всего лишь одна победа. Швеция победила Словакию 3-0, которая проиграла второй тур на молодежном чемпионате мира и, видимо, будет бороться за выживание со Швейцарией. У Швеции становятся 3 победы во всех турнирах. Интересная деталь. С 2015 года скандинавы выиграли все 8 очных встреч. Сейчас на вашем экране появится расписание ближайших игр. 29 декабря состоится 3 матча. Россия в этот день отдохнет. Швейцария и США сыграют в 0 часов 30 минут. Австрия, Канада. Начало в 3 часа утра по Москве. Вечером состоится противостояние Финляндии и Чехии в 22.00. В списке лучших бомбардиров ассистентов произошли серьезные изменения. Три финна возглавили список бомбардиров. У Ламберда 5 очков, у Хелениуса и Койвунина по 4. Хелениус, Мечков и канадец Пауэр забросили по 3 раза. Ламберт лучший ассистент. 4 результативные передачи. Таблица группы А. Финляндия вышла на первое место. 6 очков. Шайбы 10-2. Канада на второй строчке 3 очка. Шайбы 6-3. У команды игра в запасе. Германия третья. После двух игр у них 2 очка. Шайбы 3-4. Чехия имеет 1 балл. Шайбы 4-8. На данный момент выпадает из плей-офф Австрия 0 очков. Разница шайб минус 6. Таблица группы Б. Шведы имеют 100% результат. 6 очков. Шайбы 9-3. США на втором месте 3 очка. Шайбы 3-2. Плюс игра в запасе. Россия поднялась на третью ступень. 3 очка. Шайбы 7-8. Пропущено очень много. Швейцария и Словакия не сумели набрать очков. На данный момент игры на вылет проходят Швеция, США, Россия и Швейцария. Ставьте класс, если информация была полезной. Пожалуйста, не подписывайтесь. Услышимся на Спортивном.